На 15-й минуте регистрации количество активистов, изъявивших желание стать частью масштабного и символичного мероприятия, было порядка 200 человек. Наполняющаяся аллея парка красноречиво свидетельствовала о том, что Брестский пробег имеет огромную популярность, как оказалось позже, не только среди белорусов. На этот раз в областной центр съехали спортсмены из разных уголков Беларуси. Инициативу поддержали ветераны войны в Афганистане, военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады и 115-го зенитного ракетного полка, а также студенты Брестских вузов. Среди гостей областного центра представители столичного клуба любителей бега «Аматор», спортсмены из соседней Украины и даже участницы из Китая. Я люблю бегать, а в Беларуси самое доступное мероприятие, нет стартовых взносов, в отличие от Украины и прочих этих самых. Но тема нашего пробега это? Афганская, да. Что можно сказать? Я могу по поводу сказать, но очень нужно, очень нужно. Я бегала на таких пробегах в Молдавии и вот здесь, чудесно проводится и у вас, и у них. Приехал у нас где-то около 40 человек всех. Чем вызвано желание такое поучаствовать? Вы понимаете, у нас у каждого где-то есть что-то близкое, что связывает с войной. И вообще сейчас такая обстановка. И очень хорошо, что у вас поддерживается традиция такая. И мы с удовольствием и деток привозим своих, и сами бегаем. Сама суть этого пробега о том, чтобы показать то, что наши воины-брещане, побившие в Афганистане, не забыты. О том, что их честь, почтить память этих воинов. Показать, что все-таки эта война была, надеемся, для Беларуси и последней. И что они не забыты, что мы их помним. На торжественной церемонии открытия пробега памяти 2016 вспомнили имена воинов-брещан, заплативших своими жизнями за выполнение служебного интернационального долга. Подвиг этих людей останется в памяти не одного поколения. Пробег памяти 2016, собравший как юных участников, так и представителей старшего поколения. Красноречивое свидетельство того, что равнодушных к волнующей теме нет. Сегодня с этого памятного места стартует легкоатлетический пробег. Это здорово. Это говорит о том, что реально живет память о этих ребятах, которые погибли. Это здорово, что мы чтим память ребят, которые сейчас активно с нами, как в общественном объединении воинов-афганцев, преображают город. Это здорово, что мы вместе. Поэтому я хочу в этой ситуации пожелать всем крепкого здоровья, а цели сегодняшнего мероприятия, они двуедины. Это и память, это и здоровый образ жизни. Первые забеги на короткие дистанции показали физической подготовки представителям старшего поколения не занимать. Они вполне способны дать фору молодым. К слову, самому старшему участнику пробега память 85. Пример таких активистов – стимул для других спортсменов и горожан, которые еще пока не решились принять участие в мероприятии. Сейчас мы встретили даже участника, ему 82 года, под номером 720. Вы представляете, я вас спрашиваю, вы километры бежите? Он говорит, я бегу 10 километров. Это, во-первых, и здоровый образ жизни. Во-вторых, это память нам, афганцам, даже тех, которых с нами нет. Нам повезло то, что вот я, как афганец, я вернулся, и мама моя, и жена, они рады, что я вернулся с той войны. Но много же 772 человека, которые в нашей республике и не вернулись оттуда. А мы должны об этом помнить. Мероприятие под символичным названием «Память-2016» прошло с огромным успехом и масштабом. Остаться в стороне от активного и здорового времяпрепровождения не смогли не только брещане, но и жители других белорусских городов и стран. А это отличная заявка на будущий сезон. Нет никаких сомнений в том, что следующий пробег поставит новый рекорд по количеству участников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова